Как республика расходовала бюджетные средства в прошлом году? Об этом будем говорить с министром финансов, заместителем председателя кабинета министров Чуваши, Светлана Янилина. Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Глава Чувашии подписал закон об исполнении бюджета за 2018 год. Сейчас июнь, то есть 6 месяц 2019. Почему именно спустя полгода, только сейчас подписываются такие документы, почему об этом сейчас говорим? У нас, да, действительно, бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что исполнение бюджета утверждается ежегодно законами субъектов Российской Федерации. А сами сроки, нормативы утверждения этого закона, они предусмотрены уже в нашем законе, законе Чувашской Республики, номер 36, это о регулировании бюджетных правоотношений. Но, как я уже говорила, в данном законе, предусмотренном на сроке, согласно данным нормам, глава Чувашской Республики до 1 июня должен внести в Государственный совет проект закона об исполнении бюджета за предыдущий год. Ну, с учетом того, что мы до 1 июня только должны были внести законопроект, соответственно, уже практически к указанному сроку 30 мая госсоветом он уже был принят в двух чтениях. Но сам по себе процедура формирования данного закона, процедура его принятия, она действительно продолжительна, потому что она проходит публичное обсуждение, проходит она общественное обсуждение. В последующем достаточно серьезная работа должна быть проведена контрольно-счетной палатой по экспертизе данного отчета об исполнении бюджета. И, соответственно, исходя из этого, чтобы тщательная работа была проведена по исполнению бюджета, и сроки установлены именно такие, которые у нас, как я уже озвучила, в законе закреплены. Но с учетом всех этих сроков, которые закреплены по исполнению отчета по бюджету, согласно ежегодно, примерно в такое время оно принимается от данных законов. Ну, получается, чтобы действительно, это уже очень масштабный документ, чтобы все можно было проверить, чтобы все можно было посчитать. И я так понимаю, что мы дальше, даже несколько раньше, да, установленных законов сроком в итоге. Да, получается так. Если посмотреть, вот федеральный закон, федеральный закон также ежегодно утверждается об исполнении бюджета, то есть утверждается законом, то он вообще рассматривается Государственной Думой в сентябре. И в октябре только он обычно подписывается. А как вообще формируется казна? Вот какие доходы поступают к нам в республику? Ну, вот, понятно, сам процедур или процесс формирования бюджета, он тоже очень продолжительный, тщательный, очень огромная работа. Вот, например, мы сегодня уже занимаемся на бюджет на следующую трехлетку. Если говорить уже об исполнении бюджета 2018 года, в целом доходы республиканского бюджета составили 49 миллиардов рублей. Они имеют динамик роста к уровню прошлого года, они выросли на 13%, при этом приросли и собственные доходы. Собственные доходы составили они 29,8 миллиардов рублей на 11% выросли. Безвозмездные поступления выросли из федерального бюджета на 14%. Но это связано с тем, что республика у нас очень активно участвует в реализации всех федеральных проектов. И, соответственно, мы ежегодно обеспечиваем увлечение поступлений из федерального бюджета на реализацию уже наших региональных проектов, наших региональных уже программ. Но здесь нужно говорить еще и о консолидированном бюджете. Консолидированный бюджет также имеет динамику роста. Соответственно, он прирос к уровню прошлого года и составил 57,8 миллиардов рублей. В целом, конечно, оно состоит из, как я уже говорила, наших доходов из безвозмездных поступлений и собственных доходов. Собственные доходы – это налоговые и неналоговые доходы. Большая часть, конечно, это налоговые доходы, составляют, или образуют, или формируют доходную часть бюджета. По доходам понятно. Теперь самое интересное – по расходам. На что больше всего мы тратим? Ну, если смотреть структуру расходов нашего бюджета, наибольший объем средств уходит у нас на образование. На образование более 30%. По доле расходов на общее образование мы занимаем лидирующее положение в Приворском федеральном округе. Расходы прошлого года составили 15 миллиардов рублей. Также имеют хорошую динамику роста к уровню прошлого года. Они приросли, и, соответственно, по темпу роста мы тоже занимаем лидирующее положение в Приворском федеральном округе. Если посмотреть среднее значение по доле расходов по Российской Федерации на образование, то она составляет 25%. А, как я уже говорила, по Чувашской Республике эта доля расходов составляет у нас 32% на образование. Это практически, да, мы лидирующее положение занимаем. То есть, получается, это что? Мы строим школы, мы строим детские сады, мы обновляем, видимо, в школах материально-техническую базу, да? Наверняка. Да, мы более 1 миллиарда рублей в прошлом году выделили деньги на строительство школ. Это строили мы в школе в городе Чебоксара, в Ядрине. Строительство школ продолжается и в текущем году. 435 миллионов мы в прошлом году выделили на строительство дошкольных образовательных учреждений. Начато строительство 16 садиков. Соответственно, они имеют продолжение уже строительства в текущем году. Но, соответственно, достаточно серьезное внимание, конечно, сделано в образовании, как и в других отраслях, на укрепление материально-технической базы. Расходы, которые мы направили в сферу образования, это более 2 миллиардов рублей. Они значительно превышают уровень 2017 года 2,7 раза. И укрепление будет материально-технической базой и учреждений республиканского уровня, и муниципального уровня. Очень хороший проект у нас уже реализуется не первый год. Это по поручению главы науков школу. По данному направлению мы также выделяем деньги на приобретение оборудования. Только в прошлом году 61 миллион на эти цели было направлено. Ну, соответственно, ежегодное обновление идет у нас и оборудование среднепрофессиональных образовательных учреждений. И также мы ежегодно обновляем также школьные автобусы. Традиционное у нас образование, как вы сказали, на первом месте. На втором месте что? Это наверняка медицина. Ну, вы знаете, медицину, наверное, нельзя говорить только о сходах из регионального бюджета. Если региональный бюджет выделяет на здравоохранение в пределах 4 миллиардов рублей, то в целом мы о здравоохранении говорим о необходимой... Необходимо говорить уже с учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. С учетом территориального фонда обязательного медицинского страхования На эти цели в прошлом году более 18 миллиардов было направлено. Это с ростом корня 2017 года на 19%. И, соответственно, здесь у нас растет расходы и на инвестиционные цели, на укрепление материально-технической базы, приобретается новое оборудование. Соответственно, у нас реализуются региональные и национальные проекты в области здравоохранения. Основная, конечно, задача – это у нас увеличение продолжительности жизни, увеличение рождаемости. Соответственно, внедряются новые технологии в медицине. Ставится задача, чтобы медицина была пациентно-ориентированная. Вот основные цели, наверное, которые стоят сегодня перед правительством в сфере здравоохранения. Если мы говорим как раз о пациентно-ориентированности, о медицине, медицина и социальное обслуживание населения, то, что такие взаимосвязные вещи здесь у нас как обстоят дела? В части социального обслуживания населения тоже по прошлому году мы имеем положительную динамику роста. Здесь идет поддержка и ветеранов труда, пожилых наших граждан. Поддержка идет и семей, имеющих детей. При этом необходимо учитывать только поддержка семей, имеющих детей. У нас более 38 форм поддержки. И, соответственно, на социальную политику, на выплаты мы более 10 миллиардов рублей выделяем. Ежегодность темпом роста он в прошлом году, в 2018, также он имеет больше, чем в 2017 год. В текущем году мы также заложили эти все необходимые ресурсы. При последующих уточнениях мы, соответственно, готовы увеличить эти объемы. Я слышала, что на одном из ваших отчетов, что действительно каждый третий житель республики у нас получает до те или иные, ту или иную поддержку социального от государства. Да, вот объем средств, который именно на выплаты было предоставлено в прошлом году, это 11 миллиардов рублей. Кроме этого, мы предоставляем налоговые льготы для наших граждан и вычеты. Ну, вот, в общем-то, только по такой льготе, как вычеты по НДФЛ, Чувашская республика занимает также лидирующее положение по доле возвратов. Мы в прошлом году оказали помощь нашим гражданам на сумму 1,7 миллиардов рублей. То есть это не учитывая прямые выплаты, которые я назвала, 11 миллиардов они составили по прошлому году. Я на себе, на самом деле, почувствовала, возвращала также налоговый вычет за лечение зубов. Очень хорошая сумма мне вернулась, ну, не лишняя, скажем. Вот не могу не спросить про физкультуру и спорт. У нас великолепная набережная, да, в Чебоксарах. Спортом мы занимаем в Сергеевском госсовете, глава Чувашской республики и вы. Реализуется проект «Спорт. Норма жизни». Вот достаточно ли все-таки средств мы уделяем на спорт, на развитие этого? Да, действительно, спорт – это тоже важная отрасль, потому что именно здоровье каждого человека, наверное, зависит от физической активности. И мы сегодня призываем всех, что нужно заниматься спортом, нужно быть физически активным. На сегодняшний день в республике более 43% населения активно занимается физкультурой. Но вы помните, наверное, индикаторы, которые установлены в указе президента страны, в 204-м указе. Нам нужно к 2024 году долю населения, которое занимается активным спортом, физкультурой, довести до 55%. Но у нас действительно население очень активное, практически очень многие занимаются спортом. И я думаю, что такой показатель, 55%, он будет доведен в республике даже раньше, чем в 2024 год. Но, по крайней мере, такую задачу, глава республики, такую амбициозную задачу ставит перед правительством. Из республиканского бюджета на спорт выделено в прошлом году 700 миллионов рублей, а с учетом консолидированного бюджета, уже бюджета всей республики, это расходы составляет 1 миллиард рублей. Спортивная сфера, она ведь отражается и в национальных проектах? Да, я уже говорила о национальном проекте, это спорт – норма жизни. И, согласно данного проекта, у нас выделяются деньги уже на строительство маленьких таких спортивных комплексов, спортивных площадок, для того, чтобы была доступность спортивных сооружений для всех, кто желает заниматься спортом. Ну, задача, конечно, охватить все слои населения, и взрослые, и молодежь, и детей. И, соответственно, кроме того, как будут направлены эти спортивные площадки, также будут деньги выделяться на оборудование, на приобретение оборудования спортивных школ Олимпийского резерва. Если говорить в целом о национальных проектах, очень такая масштабная область, денег хватит у республики на реализацию? На сегодняшний день у нас 77 миллиардов на реализацию национальных проектов предусмотрено. В текущем году из бюджета, из консолидированного бюджета предусмотрено 10 миллиардов рублей. Соответственно, это учитывает все заявки министерств, которые отвечают за реализацию национальных проектов, региональных проектов. Но при необходимости мы готовы пересмотреть эти расходы в сторону увеличения. В любом случае, я думаю, что они будут увеличены, потому что при формировании бюджета уже на следующую трехлетку будут пересмотрены опять приоритеты. И, соответственно, будут они также определяться, исходя из необходимостей, в первую очередь, обеспечения выполнения индикаторов по региональным проектам. Иными словами, будут выполняться все показатели. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, мы беседовали с министром финансов, заместителем председателя кабинета министров Чувашия Светланы Енилиной. Редактор субтитров А.Семкин